Сегодня многие постсоветские руководители замалчивают о территориях, которые были им переданы советской властью в качестве подарков. После развала СССР Россия не стала требовать от бывших советских республик возврата исконно русских территорий, предпочтя сохранить административные границы в том виде, в каком они были сформированы еще в советские годы. Однако, несмотря на богатое советское наследие, сегодня многие из бывших советских республик жалуются на Россию и требуют от нее новых территорий, которые, по их мнению, должны принадлежать им. Итак, давайте рассмотрим список бывших советских республик, которые претендуют на российские территории. Эстония. После распада Российской империи, Прибалтийские республики ненадолго обрели свою независимость и стали требовать от советского руководства демаркасию границ. В 1920 году между Советской Россией и Эстонией был подписан Татурский договор, согласно которому к Прибалтийской республике отходила часть Петроградской и Псковской губерний. Однако, в 1940 году страны Прибалтики вошли в состав СССР. В итоге, спустя 4 года, Печорский район вновь вернулся в состав Псковской области. Однако, в 1991 году Эстония вышла из состава СССР и спустя пару лет вспомнила о своих потерянных территориях. Так, эстонцы стали требовать от России возвращения так называемых аннексированных территорий. Речь идет о Печорском районе Псковской области. Однако, Россия рассматривает требования со стороны Эстонии абсурдными и не имеющими никакой юридической силы. Латвия В 1920 году между правительством Латвии и РСФСР был подписан мирный Рижский договор, по которому часть территории Островского уезда Псковской области была передана Латвии. Можно сказать о том, что большевики сделали подарок Латвии, так как в переданном Островском уезде практически не проживало этнических латышей. Однако, это никак не помешало новому руководству переименовать русский город Пыталово в Абрене, а весь Островский уезд в Утронскую область. В 1944 году Пыталово и его окрестности вновь были переданы в состав РСФСР и вошли в состав Псковской области. Конечно же, возвращение Пыталово в состав РСФСР немного задело самолюбие латышей. Однако, сама Латвия в те годы входила в состав СССР, а потому никто не показывал открыто свои возмущения. Но после обретения своей независимости, Латвия стала требовать от России Пыталовский район Псковской области. Территориальные претензии со стороны руководства Латвии усилились в 2004 году, когда страны Прибалтики стали членами Европейского Союза и НАТО. Литва В 90-е годы Эстония, Латвия и Литва предложили России поделить Калининградскую область на четыре территории и распределить их между собой. Но всех больше претензий было со стороны Литвы, которая и вовсе хотела получить всю Калининградскую область целиком. Конечно же, Россия не стала отдавать Калининградскую область, так как эта территория никогда не являлась частью стран Прибалтики, поскольку до 1945 года Калининград-Кёнигсберг был столицей Восточной Пруссии. После окончания Второй мировой войны Восточная Пруссия была ликвидирована, а Кёнигсберг, с прилегающей территории как военный трофей, вошел в состав СССР. Казахстан В 2017 году казахстанский русофоб Аскар Умаров опубликовал скандальную карту Большого Казахстана, где южные российские территории Сибири и Урала, Оренбург и Омск, а также западные провинции Китая и половина Узбекистана были отмечены как казахстанские территории. Позже эту скандальную карту Умаров удалил, правда, она сохранилась в интернете. На первый взгляд это может показаться случайностью. Подумаешь, какой-то там казахстанский националист нарисовал карту и все. Однако, Аскар Умаров не просто националист, а еще и министр информации и общественного развития Республики Казахстан. Таким образом, мы видим, что среди казахов на высоком государственном уровне имеются политики, которые на полном серьезе считают территорию Южного Урала и Южной Сибири частью Республики Казахстан. Но на этом у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на моем канале Мир глазами философа. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok